Собственно, очень важно, чтобы мы ушли отсюда, ну, по крайней мере, что-то такое получив, и не было у нас досады, потому что вот несколько человек уже ушли, я так понимаю, что они как-то не услышали того, чего хотели. С моей точки зрения, вот эта вот тема искусства и науки, она прежде всего нуждается в определении самих понятий, где искусство, где наука, а потом уже как-то надо двигаться к тому, чтобы их соединять. Вот смотрите, я пользуюсь тем, что здесь представители из сознания есть, я, собственно, приведу такой пример. Когда появилась классическая физика в 17 век, то возникли, насколько я понимаю, я гуманитарий, ну, вот меня можно поправить, если я что-то скажу не так, но то, что я знаю, то, что я читал, и, по-моему, тут я не ошибаюсь, возникли три таких, может быть, там и другие критерии есть, но три самых главных критерия науки, точного знания классической, скажем, классической физики. Это проверяемость знания, повторение результата, сколько угодно бросайте камень, он все время будет падать по одним и тем же законам. Дальше, эксперимент, то есть наука обязательно требует эксперимента. И третье, это математическая база научного исследования, чтобы то, что вы сделали, так сказать, в плане эксперимента, оно должно как-то формализоваться в формулах. Да, 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 вы со мной согласны, да? Так вот, смотрите, что получается, что ни один из этих критериев под искусство, под классическое искусство не подпадает, потому что классическое искусство – это уникальность. Какое там повторение, когда Мона Лиза Джоконда или Венера Миловская, они в единственном числе, что называется? Я сейчас не говорю о цифровом искусстве, о файлах, мы сейчас, давайте, у нас уже времени нет, поэтому будем говорить на самых простых примерах. Не попадает, ничего не попадает, ни проверяемость, ни эксперимент, тем более не математика. Там, где стиль, где эмоция, там, где уникальность. И вот именно с 17 века наука и искусство разошлись. Искусство – это эмоциональность, это рецептивные, яркие чувства, зрительные, слуховые, обонятельные, помноженные или, так сказать, вызывающие сильную эмоцию. Это вот искусство со своими критериями. А наука вот пошла по своему пути, и, собственно, очень трудно было им договориться. Тем не менее, вот только где-то к 20 веку Семен Владимирович уже говорил о двух культурах, о книге Сноу, стали говорить о том, что, в общем, это ненормально, когда эти две области, где присутствует творчество, интуиция, это, как раз, объединительные моменты, они настолько разошлись. И стали много делать, собственно, для того, чтобы их опять свести, сблизить. Пример по поводу красоты как критерий истины. Вы понимаете, вот кто играет в шахматы, вы, наверное, знаете такую вещь, что можно, скажем, завершить там эндшпиль или миттельшпиль в своей игре какими-то сложными ходами и добиться результата. А можно сделать это, скажем, жертвой фигурой, очень эффектно, очень быстро, вот без многих, так сказать, сложных ходов, но прийти к тому же результату. Вот этот очевидный факт для, скажем, для шахматиста, он получил название изящества, изящный ход, изящный. Изящный значит красивый. Когда я жертвую фигуру и быстро добиваюсь победы, я сделал это остроумно, я сделал это изящно, я сделал это красиво. Анри Пуанкаре утверждал, знаменитый математик, утверждал, что красота является критерием истины, за что получал очень большие вообще неприятности со стороны своих коллег-математиков. Он уверен был, вот примерно то, о чем я сказал на примере с шахматами, он об этом говорил в плане доказательства теорем, примерно по этой же схеме. У него много написанного философских трудов именно в этом направлении. Ни о какой субъективности здесь речи не идет. Какая субъективность? Красота, в каких-то там нет, это действительно критерия. У которых как-то нет, вы видите, есть, скажем так, там, на самом деле, не знаю, что так, там есть как-то необходимые формальные, которые можно выделить и выделить, но они не выделяются достаточно. А по-моему, в развитии, в истории развития, на данном месте, в том, что появляются такие вещи, которые не соответствуют ни одного с ним, а музыки, которые часто бывают, через несколько лет по околению, эта композиция произойдет в идеальность, да? Ну, вы знаете, у нас времени, я так понимаю, нет, поэтому я... На самом деле, мы не правы. На самом деле, это работа субъективной конструкцией человеческой головы, и здесь усиливаем, когда нет возможности прилисти большую большую операцию, и мы расскажем, что это нормально. Ну, дальше, когда мы разговорим, в принципе, все, что мы видим в России, вот, в нашей спецификации, это переговоризировано, Гарбин, эстетический, анатолий, в большинстве, в том, что мы видим в России, в нашей специфике, в нашей специфике, а дальше, например, разговоры, в принципе, все совершенно точно, так это относительно, но это не просто, как это не смешно, выглядело, видите, вот, правда, не вас ответили. Так, позвольте мне еще, это я, собственно, просто откликнулся на наш разговор, у меня тут есть еще, сказать, очень краткую речь, так сказать, по теме вот этой конференции, или, там, этого фестиваля искусства науки. Я с удовольствием посмотрел каталог, вы знаете, я вот это определяю, как разговор о неисчерпаемости живой материи, в том числе в ее эстетическом или художественном аспекте. Потому что, когда под микроскопом, или как-то иначе, или, там, разбирая молекулы каких-то вещей, вот как, скажем, молоко, химики, там, расщепляют, там, получаются потрясающие картины, красота для глаза. Это, вот, движение в этом направлении. Это по поводу того, собственно, чем мы все занимаемся, имея в виду эту тему. Но я вам хочу просто привести один пример, очень интересный, в том числе для журналистов, где они попали в очень неудобную ситуацию. Я думаю, здесь журналисты присутствуют, это будет им интересно. Это касается именно этой темы, о которой мы сегодня ведем речь. В 70-х годах прошлого века в Соединенных Штатах, в городе Балтиморе, там очень хороший зоопарк, жила обезьянка, которая вошла в историю эстетики, в историю философии, в том плане, что она как бы поправила Аристотеля и Гегеля в отношении того, что такое творчество и что такое красота. История следующая. Среди приматов, их много, обладают чувством цвета только два. Это шимпанзе и оренгутаны. Причем шимпанзе в большей мере. Это известно, если тут есть физиологи, они это знают. Так вот, эта самая Бетси обладала, она шимпанзе, обладала таким чувством, и, собственно, служители зоопарка это заметили. Они подсовывали дощечки, потому что она сначала на стенах рисовала, чем то, что у нее попадало под руки. И она на дощечках стала оставлять абстрактные композиции. Конечно, портретов она не рисовала, но вот чувство цвета, то есть она клала настолько интересные и яркие композиции, сочетая колорит цветов, что многие художники просто завидовали. И собралась коллекция таких работ. А дальше было следующее. Решили устроить выставку, причем она анонимную. Была информация по телевидению, в газетах, что вот там-то, в таком-то, в таком-то, в галерее будет выставка анонимного художника, он очень скромный, не хочет себя афишировать. Развесили картины, пригласили публику, пришли ценители искусства. И самое интересное, что в газетах журналисты, специалисты по искусству абстрактному писали примерно следующее, что вообще весьма способный, талантливый, конечно, это там не Кандинский, не Ван Гог, но чувство цвета у него не отнимешь, и вообще мы получили там колоссальное удовольствие. Ну, вот такие примерно статьи были. А потом открылось, естественно, кто был художник. И журналистам тут было так немножко, немножко не по себе, потому что они попали в просад. Я этот пример вам привожу к тому, что вот эта вот тема изучения, собственно, проникновения в материю, в том числе через красоту, я убежден, что здесь еще очень много можно сделать. Учитывая, что сейчас есть и громадная аппаратура, которая усиливает, увеличивает, проникает в мельчайшие элементы материи, там очень много открывается вещей, которые интересны, в том числе и эстетически. А эстетически, это я повторяю, это либо обязательно рецептивные чувства, то есть я для того, чтобы у меня, чтобы мы говорили об искусстве, я должен видеть или слышать. Или, может быть, в худшем случае осизать, обонять, там, пробовать на вкус. То есть в режиме пяти рецептивных чувств. И яркие эмоции. Вот. Хотя, пример с Пуанкаре, он опровергает эту теорию. А? Нет, я просто... Вы не Пуанкаре, но вы меня на него навели, поэтому я говорю. Но Пуанкаре туда не попадает, он является исключением, потому что он говорил, что более того, изящным и прекрасным является и научная, абстрактная мысль. вот в плане его теорий, которые он считал, что можно измерять красотой и изяществом. Ну, собственно, вот это второе и последнее. Еще буквально несколько слов. Когда речь идет об искусстве, я уже тут говорю, как преподаватель, который читает курсы эстетики, я студентам всегда говорю, что сегодня ситуация такова, что искусство, вообще говорить искусство, абстракция искусства, совершенно некорректна, потому что есть классическое искусство. Вот мы, собственно, за его рамки сегодня не выходили. Все, кто говорили, все имели в виду в основном классику. Но классика эта закончилась уже в середине 19 века, когда родился модернизм. Потом пришел постмодернизм, потом пришло цифровое искусство, актуальное искусство. Можно говорить о маргинальном искусстве, вот Бетси его представляет. Можно там говорить еще о некоторых типах искусства. Но вот такая палитра, там я вот выделяю четыре такие базовые типы художественности, они совершенно разные. Например, концептуальное искусство, там вообще нет ничего, что связано с пищей для чувства. Рецептивные чувства там молчат, так же, как вот опять же пример хороший в Пуан Карек, о котором я все время вспоминаю. Вот. Поэтому искусство это палитра. И всегда нужно иметь в виду и, так сказать, ловить себя на мысли, о каком типе искусства я говорю. Потому что цифра, она разрушает уникальность. файл данных, в котором представлено произведение искусства, его можно сколько угодно пересылать, дублировать, делать бесчетное количество копий, он будет везде одинаков. Классическое искусство совершенно другое. Там понятие уникальности было. И там всегда считалось, что любая копия самая хорошая, самая гениальная, она никак не может превзойти оригинал. Субтитры создавал DimaTorzok